Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммер! Давненько у нас не было видео по Age of Sigmar, и сегодня я хочу исправить столь досадную оплошность, и начнем мы с вами с небольшой инвентаризации армии. То есть, что у меня вообще есть, и что из этого можно собрать? Если подскажете и напишите в комментариях какой-нибудь пример ростера актуального в тройке, буду благодарен, так как опыта игры именно в тройке у меня вообще нет, а поиграть в нее все-таки хочется, иначе такими темпами, как я собираю армию для АОСа, пожалуй, я своих хорнитов выведу только в четверке, потому что последний раз я их выводил только во второй редакции. Ну а начнем мы вот с этого парня. Честно говоря, я не знаю, как он покажет себя на поле боя в тройке, ну и в двойке он показывал себя не очень, но он мне очень нравится с визуальной точки зрения. Просто наикрутейшая, классная миниатюра, очень нравится, я его возьму исключительно ради фана. А может и нет, если вы подскажете какой-то более интересный и более какой-то комбинированный вариант, который можно использовать с армией клинков Кхорна в третьей редакции. Предыдущий кузнец-красавчик улетел немного в сторону, и на его место пришел, пожалуй, главный бафер армии, вот этот вот замечательный товарищ, который в двойке во второй редакции давал просто кучу урона нашим мужественным бойцам, поклоняющимся к Хорну. Посмотрим, как он покажет себя в тройке, но думаю, что это будет один из основных выборов в армию. Дальше у нас идут Собакевичи и Прист. Прист реально хорош был, как в двойке, так и думаю, в тройке он хорош. По поводу собак, честно говоря, в двойке отыграли они у меня не очень. Но, может быть, в тройке они стали получше, но, скорее всего, у меня просто реально кривые руки. Можете написать, хороши ли сейчас собаки, но мне они очень нравятся в плане миниатюр, так что если... Ну, вы знаете, я не очень люблю, как бы, делать уклон в сторону Павера, мне больше важна визуальная составляющая, и если я пойму, что, в принципе, в ростер они вылезают, возьму. Мне они нравятся. Тройка парней на крашерах. Безумно, ну просто безумно шикарные миниатюры, и ребята хороши в игре, как сказал мне, в общем-то, соклубник. Что я просто не умею за них играть. И реально, вот в партиях лично у меня в двойке они показали, ну, не очень себя хорошо. И, честно, я даже жалел те поинты, которые я потратил на данный юнит. Но, опять же, скорее всего, да, я просто не умею им играть. Можете написать, как они в тройке. Опять же, крутейшие миниатюры. Я люблю крутейшие миниатюры. Ребята смотрятся здорово. Можно попробовать поиграть от Кавалерии. И, опять же, надо это все покрасить. Да, с покрасом проблема, так как нужно много времени, но что-нибудь придумаю. Так, здесь у нас Хакушник Демонюка в процессе покраски. И чувак из банды. Из Вергемогора, по-моему, так они называются. Из Вархаммер Андерворлс. Где-то они у меня есть, вся банда. Где-то они спрятались. Блин, я их пока не нашел, но точно где-то в шкафчике они завалялись. А зачем брал Демонюку? Честно говоря, хотел в тройке попробовать поиграть больше от Демонов Кхорна, нежели чем от Морталов. Но посмотрим, посмотрим. Для этого мне нужно кое-что собрать. Собрать достаточно много. Все это есть в наличии. Просто именно вопрос в процессе сборки и время, которое я могу на это выделить. Опять же, если напишите, как Демоны себя показывают в тройке, стоит ли строить ростер от вот этих демонических парней, или лучше остаться в стандартном ростере на Морталах, буду рад, если напишите. Харгарат с погонщиком. Вообще, мне очень понравился этот парень. В игре он себе показал куда лучше, чем Крашера. Да, многие скажут, что это странный выбор, но не радует этот чувак. Плюс, опять же, я его более-менее нормально покрасил. Здесь, конечно, камера особо так все не передает, но, тем не менее, он хотя бы покрашен. Погонщик тоже прикольный чувак. В двойке мне он нравился. Посмотрим, как покажет себя в тройке. Есть вот такая вот карабень с кучей Демонов Кхорна и, соответственно, Демонами Слааныш. Куча несобранных литников и всего такого прочего. Из коробочки можем собрать Бладкрашеров. Стандартных козлов-бладлеттеров. Вот такого прикольного Коронака, чтобы водить его с собачками. Ну и самих собачек. Но я их уже собрал, как вы видите, и уже показывал. Есть самые разные риверы. Просто так вот горстью жирно зачерпнул и показал на столе. В общем-то, это не все риверы, которые есть. Их в достаточном количестве. Сколько надо, столько и наберем. Проблем нет. В двойке эти парни были очень хороши. Вот реально очень хороши. Посмотрим, как покажут себя в тройке, но отказываться от них не хочу. Они мне, в принципе, нравятся как по характеристикам, так и в плане миниатюр. Вот как они были выпущены в стартере самой первой редакции Age of Sigmar, так эти ребята до сих пор держат планку в плане, да, тавтология. Но эти ребята в плане миниатюр крутые до сих пор. Вот ничего не могу сказать. Великолепные миниатюры. Опять же, есть воины. Так вот тоже густо взял их из коробочки. Положил на мат. Всех доставать не стал. Опять же, если нужно собрать какой-то билд по количеству, пишите. Я его, в принципе, соберу. Воины есть. Можно их использовать. В двойке, ну, честно говоря, они у меня оставили такое... Хм... Двоякое впечатление, да. В двойке двоякое. Опять тавтология. В какой-то партии показали себя действительно неплохо. Окупились по очкам. А в другой просто завалились. И, честно говоря, опять же, было жаль потраченных поинтов. Повторюсь, есть коробка с демонами. Можно добрать еще демонов и построить ростер от них. Но тут уж как скажете. Хотя, опять же, если составлять ростер, исходя из визуальной составляющей, то я бы, конечно, обратил внимание на мартальников из кодекса Блейдзов Кхорн. Клинки Кхорна. Потому что чисто внешне они мне нравятся куда больше, чем те же миниатюры демонов. Ну, за исключением крашеров, пожалуй. Не стоит забывать и про вот этот наборчик. Как раз для оформления подставок и миниатюр пригодится. Ну, в плане конверсии миниатюр. В дополнение к черепкам у нас есть еще вот такой вот парень. Прикольный товарищ в плане Минки. Просто красота. За это я его и купил в свое время. Но вот он лежит без дела. В блистерке можно его собрать и посмотреть, что да как. Протестировать и этого чувака тоже. Опять же, есть просто гигантская куча всяких альтернативных миниатюр. Которых можно использовать как для мартальников, так и для демонов. Например, вот эту вот девочку. Честно, покупал ее для, ну, признаюсь, армии слон и шитов. Но, в принципе, с небольшим китбашем да пилом пойдет и для армии Кхорна. Ну, а покитбашить-то мы любим. И здесь, я думаю, простор для фантазии, в общем-то, есть. И ничем он не ограничен. Как раз в фэнтези можно, ну, что в фэнтези, что в сорокете, чем он хорош. Что, в общем-то, можно спокойно сделать какие-то альтернативные миниатюры. В плане китбаша. Даже взять какие-нибудь миниатюры из сторонних фракций, например. К примеру, у меня есть вот эти парни. Завалялись в свое время. Их покупал, думал, может, соберу какую-нибудь небольшую армию. Так и не собрал. Харадонов, оверлоудцев. Ну, в общем, правые гномы их будем называть. Наше название еще выговаривать под вечер вообще будет тяжко. Можно их заюзать под конверсии гномов хаоса, например. Но, опять же, сейчас гномов хаоса, как таковых, именно в аосень не представлено. Ну, там есть мелочи, но это же не полноценная армия. Можно, кстати, даже для сорокетых законверсить, закитбашить, сделать из них скватов хорна. Ну, это вообще прям отличная идея. Но эти парни, в принципе, опять же, их можно законверсить под кахарнитов для того же Age of Sigmar. И юзать, например, как тех же риверов. Посмотрим. Ну, а на сегодня все. Вот такое вот видео, надеюсь, оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, есть поддержка Boosty. До новых встреч, пока-пока. И традиционный всем гидродоминатус.